Всех приветствую, друзья мои. Приехал к Серёже на деревню, а у него здесь зима. Снега выпало по колено. Вся деревня в снегу. Тоска. Сегодня что мы делаем? Мы сегодня хотим с ним рации протестировать. Ретевис рации 86Т. Наверное, такие. Ну что ты, Серёжа, пользуясь случаем, передай привет. Всем привет. Как жизнь? Прекрасная погода, не правда ли? Сударь. Казна пустая, милорд. Пошли давай. Серёжа чистит. Сейчас мы распечатаем рации, покажем. В общем, Серёга в такую погоду, ну его нафиг. Я сейчас еду, меня жопу мотает. Разогнаться-то не могу. Газу даю. Начинаю таскать. Дороги нечищены. Я поеду вот туда сейчас рации проверять. Будем в такую погоду плохую. А я могу точно здесь остаться. А тебя отправить с рациями. А ты будешь как вариант. Но опасно в такую погоду. Я не езжу, сижу дома. У меня хотя на той-то машине уже переодето всё. Ну что, мы сейчас к Серёже зайдём домой и распечатаем всё. И посмотрим, что у меня, между прочим, рации. Вот эти рации попроще. Они 16 каналов запрограммированы. А есть ещё рации не попроще. Так. Вечер хату. Чиферок в сладость, часок в радость. Прошли к Серёже. Сейчас я разденусь, покажу, что у меня есть. Опа. Серёжа досочку вырезал, говорит, из карбыля. Покрыл маслом. Липовая. Будет пельмени. Где делать? Начатый? Раздевайся. Сейчас вам смотреть, что пришло. На Серёжу пока микрофон не вешу. Я в одежде буду. Микрофон просто здесь. А то, если одежду я сниму, то микрофона не будет. Так. Дадим Серёже микрофон. Ну-ка, присаживайся рядом. Я рядом буду. Не нафиг мне микрофон. Ну ладно, пока. Без микрофона Серёжа будет. Поставь. 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 Попьём. Пока-то. Две штуки. Одна у меня запечатана, одну я уже протестировал. Хотел её прошить, посмотреть на каких частотах работает. Если вы по ссылке в описании зайдёте, то там показаны какие частоты в описании. Я думал, я скачал программу, установил, а у меня Windows 11 24 H2 или 3 там у меня. В общем, у меня программа не поддерживается даже в режиме совместимости. Есть русский язык в инструкции. Всё чётенько. Итерации, между прочим, продажи у них я посмотрел миллионами штук. Рации подойдут для чего? Подойдут для любого компании. По четыре штуки, по пять, хоть двадцать штук купите. И всё. Запрограммировано. Всё. Не на париться. Я хотел внутрь залезть и показать вам, как их прошивать, частоты менять. Но опять миллион видео есть. И над Windows 11 чипсет не поддерживается написано. Ну, просто не поддерживается и всё. И я не стал заморачиваться. Думаю, кому надо. И так найдут драйвера. В принципе, всё можно найти и всё сделать. Итак, рации. Сейчас я её соберу и вам покажу, что она из себя представляет. Наличие, что у нас есть. Сама рация. Дисплей, между прочим, вот здесь, Серёжа. Если мы включим рацию. Смотри, не. Дисплей вот здесь высвечит. Она разговаривает. Ну, а сейчас я всё продемонстрирую. Сначала комплектацию. Есть защёлочка. Вот сюда прикручиваем. Чё, будем прикручивать или не будем? Так оставим пока. Тренчик. И базовая станция. Для чего нужна базовая станция? От USB. Но ток должен быть примерно ампер и больше. Меньше ампера, конечно, тяжело будет заряжать, потому что батареи ёмкие. От машины, от прикурителя вставили. Всё. Всё чётенько. Что, вторую распечатываем тоже? Есть множек у тебя? Тащи-ка. Я сейчас покажу. Раскрывай пока. Я покажу, что из себя представляет рация. Антенна. Антенна, между прочим, от 400 до 480. По сути, рация работает. Но в характеристиках заявлено, что... Да, 400 до 480. Вот здесь видно. Диапазон у неё рабочий. Так что можете прошивать в пределах этих частот смело. Так. Закрываем. Серёжа вторую рацию распечатывает. Ну-ка, давай. Название, скажем. Название. Раз. Раз. Где у нас название-то? О, чё? Да, это фирма РТВИС. А название рации РТ-86. 10 ватт, между прочим. 10 ватт, господа. Это немало. 10 ватт. Дальше что у нас есть? Фонарик. Фонарик включается, если мы... Ну, здесь у нас энкодер, не энкодер, включение, и она же есть громкости. Фонарик включается долгим удержанием второй кнопки. Кнопка у нас приём. Когда вы говорите, загорается красным цветом. Когда принимаете, загорается синим цветом. Что, собирай, рацию-то, Серёга. Вторая комплектация вот так у нас. Сейчас Серёжа соберёт. Будем на дальней. Здесь у нас сразу же заряд батареи. Потом канал какой. И сила сигнала. Снизу переключение вот этой кнопочкой канала. 16 каналов. С этой стороны у нас... Ну, можете по кругу их менять, чтоб не гонять. Здесь долгое нажание Vox. А, нет, здесь фонарик. Ух ты, между прочим, яркий очень. Долгое удержание. А Vox вот это здесь. Вот оно, прослушивать частоты, если держите долго. Если что, в эфире. Дальше кнопка приёма. Здесь у нас для прошивки. Я здесь прошивал. Кабель у меня родной есть. Но, говорю, у меня не увидел. Петелька для темличка. Вот здесь. Лампочка. Антенна гнётся. Ну что, включай, Серёжа. Включение происходит. Выставляйся на первый канал. Давай. У тебя первый? Первый. Как слышишь? Приём. Сделай погромче. Ну что нажимать? Приём не принимать. Чуть погромче. Приём вот эту. Нажал, поговорил, отпустил. Понял? Давай. Говори что-нибудь. Первый, приём. Так ты нажал и отпускай сразу. Я отпустил. Нет, ты не отпустил. Ну-ка давай смотри. Ну-ка ещё говори. Я сейчас покажу, что синим светится. Вот здесь зелёным. Расчёт сам на пух. Видите, она сразу же загорается. А когда я передаю, Серёжа, как слышишь, она красная. Нормально. Сейчас мы это всё попробуем. Ну как? Good. Good. Alice is in norm. Это зарядку показывать. Это зарядку, да. Здесь зарядку. Дисплейчик. Ну, без одной палочки. Ну, она, что так и поставляется, 50% заряжена. Здесь логотип. Здесь у нас динамик, контакты, которые вставляются вот сюда. И всё. Ну-ка, да, распечатай. Я тут вот сразу же мы сейчас поставим две станции. Сейчас щеку побьём и будем их тестировать. Эти штуки не прикручиваем, но это для того, чтобы застёгивать. Вот она сюда делается. Всё. Раз, прикручивайте. Второй канал переключил, Серёжа. Вот так. Всё, можно тут их блокировать, можно не блокировать. Так же. В принципе, очень удобные рации. Такие не маленькие, не батареи ёмкие. Батарею доставать можно вот здесь у них. Штучка. Раз. И отстёгиваем. Одной рукой, конечно, мне не сделать. Это стеника, Серёжа, батарею. Как? Вот в эту штуку вниз понажми. Да, и вытягиваю батарею. Всё. Мы сейчас вольтаж посмотрим. Вольтаж. Батарея 7,4 вольта. 2600 миллиампер. Ну, здесь у нас полностью характеристики. Видим, что рама у него алюминиевая. Всё, алюминиевая, влагозащита полностью есть. Ну, конечно, под водой её не надо делать. Но маленького дождика, я думаю, не испугаться. Батарея легко застёгиваться и всё. Что мы сейчас делаем? Как обычно, ссылки оставляю в описании. По размерам, чтобы вы представляли, вот так они. Можете четыре комплекта купить. Четыре рубля с чем-то стоит. Одна рация, недорого. В походы, когда идёте... Четыре с чем-то. Одна? Да. Там одна пройдётся, их четыре сразу. По две, по-моему, не видел. Сколько она? Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, как, относительно недорого рации. Ты хорошая рация не видел, сколько стоят. Хорошая... Вот у нас будет в следующем обзоре Red Tevis. Это даже фирмы, только будут сканеры. Двухдиапазонные. Потом аналоговый, цифровой сигнал там идёт. Там они посложнее. Тоже будем тестировать, Серёжа. И сначала эти потестируем. Между прочим, 10 ватт заявлено. 10 ватт – это не хухры-мухры, кто в теме. По-моему, у других станций 12 ватт максимум. Ну и, соответственно, будете прошивать, если через компьютер. Смотрите, чтобы у вас любительский диапазон был. Частот разрешён. А то будете там в чужих частотах вмешаться. И всё. Рация не маленькая, не большая. Подвесили куда-нибудь, ходите. Мы обычно какие-то... Так, рации я беру. У меня рации много дома. Что-то настраивать. Связь не везде ловит сотовая. Да и звоните опять. На крыше улез спутниковое оборудование. Одному поставил здесь или что-то делаете. Чтоб не кричать друг другу. Одному рацию. Дома две рации минимум. Это обязаловка должна быть у каждого. Это вот необходимость. Для тебя леса подойдут. Они вообще для чего? Вот в любой момент. Вот ты полезешь на крышу, например, что-то прибивать. Или я туда уйду, чтобы не орать друг другу. Чик. Или ты на пруд уйдёшь там. Я говорю, давай я здесь тут. И даже эти же проводишь видеонаблюдение. О? Чтоб не бегать там, поэтому по рацию разговариваешь. Чик. Я питание здесь смотрю. Идёт, не идёт. Я говорю, у меня рации дома много разных. Они не так часто используются, но они необходимы. А в лесу это вообще, если вы копаете вместе где-то или на рыбалке ездите. Ух, огонь. Всё. Ну чё ты, чайку попьём, да будем проверять. Да. Мне кажется. До Устье уехать полкилометра. До Кого Устья. Вон, вон, вон ты чё. Я бы на твоём месте съездил. Да. Серёжу, это не слышно? Нету микрофона-то, забываю. До Лаговщины? Не до Лаговщины, вон туда, до посёлка. И Кругаля сделал. Полкилометра до посёлка. А здесь зато сложные грунты. Всё заставлено. Сараечками и этот, как бы, ведёт себя. А до Устья-то чё, прямая видимость? Понятно, она его ведёт? В Устья-то, да. Сейчас мы чаю попьём и будем тестировать. Итак, что мы решили? Серёжа, богачай пьёт. Я сейчас сажусь в машину с одной рацией. А он здесь дома сидит, на улицу не пойдёт. Мы сейчас посмотрим, как она в помещении, далеко ли пробьёт. Потому что мы всё равно по лесу ползаем, далеко не бегаем. Раз, два, три. А тут? Раз, два, три. В общем, нажимаешь на красную, говоришь, отпускаешь. А то я не скажу. Оставляем. У нас будет первый канал. Всё. Серёжа сидит, чай пьёт. Я пошёл за машиной и поехал я. Посмотрим. Одеваюсь. Давай пробую. Да, и пробую. А ты прямо сиди здесь. У тебя окно, в принципе, открыто. Я поеду вот в ту сторону. Но я туда уеду, конечно. Не знаю. А ты знаешь, что? Потом мы проверим. На улицу выйдешь. Ну. И мы... Ты выйди на улицу потом оденься. И посмотрим дальше. Хотя, может, посмотрим, поболтаем. А может, не выходим. Я могу и сразу. А что тебе там морозиться-то стоять? А что мне можно? Всё, я одеваюсь. Всё, я поехал. Сейчас мы протестируем. Я поеду вот туда. Съезжу. С рациями. Посмотрим. Далеко ли. За одним. Дорогу здесь натопчу. В деревне. Ну, как вам? Погодка. Я думаю, туда поеду. Нет, по трассе не поеду. Что-то там дороги не чищены. Ну, его нафиг. Всё завожу у боливарда. Выбираемся. Я как в танке тут сижу, ничего не вижу. Вот это да. Ладно, сейчас у нас продует здесь. Всё, едем. Серёжа, как слышно? Хорошо. Принял. Отъезжаю от дома. Давай. У нас пока ничего не видно здесь. Как связь будет теряться, мы... Я выйду из машины, посмотрим, влияет не влияет. И он ещё из дома выйдет. Нифига тут таскает. Еду у пруда. Как слышно? Отлично. Принял. Дороги нету здесь. Одни направления. Проехал пруд, как слышно. Нормально. Есть давай, есть. Есть. Проезжаю у реки. Река здесь. Ты в поле времени. Но я уже на километр почти отъехал. Метров триста, четырнадцать. Метров триста, четырнадцать. Чё-то тут печальное, зрелище. Едем потихонечку. Проезжаю водокачку. Как слышно? Отлично, отлично, отлично. Принял. Проехали водокачку. Ну тут такая рельефная местность. Вот сейчас уже дома всё скрылись. Я сейчас вниз заехал. В прямой видимости не будет. Плюс ещё деревья. Сейчас туда дальше уеду, там вообще будет печально. Так, дай егать на заднем мосту. Подрифую здесь. Дрифун сегодня буду. Не знаю, видно там, не видно. Чё? Не вижу, чё камера-то снимает. Водокачку проехал. Как слышно? Хорошо. Ты чё, дома сидишь, да? Или на улице? На улице вышел. Ну-ка зайди в дом. Будет ли слышно? Я сейчас внизу спускаюсь. Спускаюсь. Спускаемся в низину. Сейчас не только в прямой видимости. Сейчас мы ещё внизу будем. Как слышно? Как слышно? Я еду по низине здесь, внизу у пруда. Сейчас буду выезжать к пруду на дамбу. Ё-моё, тут дороги. А это уже полкилометра? Километр уже отъехал. В речное заезжать сейчас буду. Так, мы едем на полном приводе. А это уже полкилометра? Нет, я по Яндекс-картам потом вставлю по линейке и посмотрю, где связь пропала. Приём. Хорошо. Давай. Вот это мы в низине... Ой. Вот это мы в низине, ребята. Сейчас выезжаем наверх. Печальная обстановка. Дороги нету. Приём. Приём. Всё, я забираюсь на дамбу. Сейчас повыше буду. Вверх поднимаюсь. Сейчас сигнал должен нормальный. Я в машине сижу. Ты дома? Я дома сижу. Всё понятно. Серёжа сидит дома, господа. Всё в прямом эфире. Сейчас посмотрим, насколько хватит. Сейчас деревню к нам заедем. Приём. 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 Проезжаю дамбу. Приём. Как слышно? Слышно, отлично. Я в доме сижу. Принял. Еду дальше. Ой-ой-ой. Что-то меня тут... Печально всё заносит. Отлично. Я в доме сижу. Что-то прокатить вас пока. Я не знаю, тут видно, не видно. Будет. Подъезжаю к гаражам. Как слышно? Слышно? Прекрасно. Сейчас заеду за сарайки. Должен сигнал потеряться. Приём. Давай. Ед пока не пропадёт. Всё. Я уже к нам в деревню заехал. В принципе, с Серёжей уже смело можно общаться по рациям. Он дома сидит. Я сижу в машине. Сейчас мы за сарайки заезжаем. И вот тут-то уже сложные условия. Тут, ладно, деревья были. Тут уже постройки. Заезжаем. Приём. Подъехал к водокачке. Как слышно? Слышно очень хорошо. Давай дальше едь. Ты что, дома сидишь? Да, сижу дома. Нифига ты даёшь. Всё, проехал водокачку и заезжаю в центр сейчас. Как слышно? Слышно прекрасно. Чудеса. Чудеса. Так. Сейчас в центр заедем. Давай я вам буду показывать, что вы видели, куда я еду и какая постройка. А то на меня да что смотреть. Проезжаю улицу Фадеева, подъезжаю к клубу. Как слышно? Слышно? Тут отличная. Тут дальше ехать некуда. Что в Корею-то поеду туда? В частный сектор? Едь до конца Кореи. Полинина-то. Потому что я уже в центре деревни нашей. Как связь начнёт теряться, говори. Приём. Приём, приём. Связь хорошая. Горцу и дальше. Так. Уезжаем ещё дальше. Сейчас поедем в этот. В этот едем. Туда дальше, в общем, господа. Проехал дом культуры. Как слышно? Всё, Серёжа, походу не слышно больше. Как слышно? Проехал дом культуры. Слышно, это отлично. А чё ты молчишь? Молчишь тогда. Ты чё тогда молчишь? Ты почему молчишь? Приём. Хорошо, я тебя ослышу. Я помолчу. Я подъезжаю к больнице. Ё-моё, нифига себе тут берёт. Чё у тебя там? Мимо проезжаю хосписа дома престарелых и поликлиники, или ПАФ, они как называются, ПАФы. Как слышно? Приём. Слышно, отлично. Давай дальше. Скоро наша деревня кончится уже. Но я туда еду. Проезжаю новый дом. Приём. Нет, нет. Давай, нет. Показать нет. Не знаю, чё кажут палочки. Палочки у меня показывают пока полная связь. А у тебя чё там кажет? У меня тоже полная связь. Ну, нам ещё можно вот туда, ребята, ехать до конца. Тут ещё километр будет. Ну, всё, застройки. Заезжаю в Корею. Проезжаю мимо то ли ФСБ. Как слышно? Приём. Как бы ты у меня не пропал в конец Ленина, то ты дома сидишь, да? Я сижу дома, пока ты пропадаешь. Всё нормально. У меня уже шумы начались. Шумы лишние начались. Ну, тебя слышно. Приём. Приём. Чё делать, чё застав? Шум. Помехи. Не помехи, а шум такой идёт. Шелестит. Приём. А я буду разворачиваться. Приём. Потому что уже... Или чё до конца ехать. Приём. Будь до конца, пока не пропадёт. Приём. Всё, поехал я до Берникова. Тула в конец. Приём. Давай, будь до конца. Так, тут ещё можно километр проехать. И там уже всё, я упрусь. Ну, хотя там можно ещё на помоечку, на старую уехать. Ой, не тут включил передачу. На третий чуть не уехал. Это он дома очень сидит, а я в машине. Приём. Как слышно. Как слышно. Еду далеко. Слышно хорошо. Переходы проехал, нет? Я уже к главе администрации, к дому подъезжаю. Понял. Скоро к Берникову подъеду. Пареходы проехал. Приём. Слышно, это нормально. Лёгкий шум только, но ещё что. У меня тоже лёгкий шум, но поменьше стал. Вот там где-то проезжал, побольше шума было. Сейчас я до упора, то вниз спущусь и связь пропадёт. Я пока ещё тут наверху. Приём. Едем пока. Мне видно, надо с ним постоянно разговаривать, чтобы он не отключался на каком моменте он пропадёт. Мне кажется, вот там вниз мы заедем и сейчас пропадём. Приём. Как слышно, я уже почти доехал до Берникова. Слышно хорошо. А где-то рука. Да ну нафиг, не может быть. Вот там сейчас, ребята, внизина будет. Мы сейчас туда заедем и связь должна пропасть. Если не пропадёт, тогда я не знаю. Что да как. Приём. Приём. Проезжаю Берникова. Трактор ремонтирует. Слышно хорошо. Давай. Всё, я спускаюсь вниз. Походу сейчас связь пропадёт. Сейчас связь пропадёт. Доезжаю до помоечки. Конец нашей деревни. Тут дальше только ехать, если только в лес. Приём. 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 Защити всё равно. Неправда. Неправда. Защити. Тебя слышно? Ну, не то что хорошо. Помехи идут, конечно. Шумы. Но я ещё голос различаю. Приём. Как меня слышно? Тут дальше ехать некуда. Всё, я возвращаюсь к тебе. Приём. Сейчас проеду по соседней улице. Ребён. Километр засеки. Километр. Понял. Давай. Всё, конец пока связи. Сейчас еду обратно. Ну что? Засекаю. 560 километров у меня на одометре. Ровно. Выезжаем отсюда. Я вам сейчас по картам Яндекс. Линейка поставлю напрямую, если смотреть. Но учтите, я здесь еду в низине. Вот если мы посмотрим налево, то там всё перекрыто. Домами там всё перекрыто. Будем... Я в шоке, как они берут, ребята. Это очень далеко я уехал. Серёжа, я возвращаюсь. Сейчас приеду. А чё я по дороге и тут проеду, натопчу хоть людям. Чтоб ходили потом. Пешком. Это ты чё, дома сидишь, да? Да, дома сидишь. Да. Всё. Всё, пока конец связи. Еду обратно. Давай. Ребята, я в шоке. Я в шоке от этих радиостанций. Всё, выезжаем отсюда. Собака-баяка пробежала. Тут дистанция, конечно, это ужас. А дальше туда, я не знаю, там вообще ехали. Ну, вам за глаза хватит, поверьте мне. За глаза хватит. Это две соседние деревни. Баофенги не накурят в сторонке. Ну, потому что с Юлей ходили по лесу, там разошлись на 300 метров. У нас потух сигналом. Вроде и мощность была выставлена. Здесь, конечно, Ретевис поражает. Ха-ха-ха. Ладно, еду обратно к Серёже. Приехали к Серёже. Ё-моё. Только на полном приводе по трассе едут. На заднем жопу таскают. Страшно таскают. Пойдёмте делать выводы. Не уехать. Не посмотрел. Ну, я замешал. Надо посмотреть. Ну, я сейчас Яндекс-карты вставлю. И ставлю прямую вообще дистанцию, если. Ну, я не по прямой, а везде ехал. Как тебе рации? Огонь. Что, можно до Бурмакина рвануть в сторону? Ну, а нам задача такой не стоит, Бурмакина. Нам задача, что мы имели вот такие рации. Мы ходили с другими, говорю, баофенгами. У нас в лесу не терялись с Юлькой. 200 метров отходили, 300. Всё, я её не слышал. Здесь, мне кажется, вообще без разницы, куда ты уйдёшь. Я был в шоке, честное слово. Вообще нормально. Ссылки оставлю в описании. Переходите, смотрите. Там миллион этих раций продано уже. Они продаются уже не первый год. И мне просто предложили на обзор. Что-то говорю, дай-ка попробую. В рациях-то я мастер. LPD. Всякие диапазончики, шмончики. У меня раций много. Дома, говорю, лежит. Просто я не афиширую их частенько. Ну, на канале были. А заявляю-то сколько? 10 ватт мощности. Нет. А километраж? А зависит от этого. От рельефа местности. Ну, я уехал, там вообще сложная местность. Всё. Здесь всё. Мы сейчас чай будем пить. Но это был совершенно другой ролик на канале. Серёжа, попрощайся. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Удачи. Ссылочки в описании. Переходите. Мы рекомендуем, Серёжа. И, конечно, огонь вещь. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok